Музыка Так, запись пошла, Елена Александровна, не отвлекайтесь. Чуть не сказала, у нас в гостях, уже не в гостях. Сотрудница нашего неофициального, но творческого коллектива садоводов-любителей-профессионалов, если считать вас, Елена Александровна, аспирантом, это называется смычка между любительским и научным садоводством. Редкий случай, вам еще припомнят это, Курдюмову припомнили. Выпускник Тимирязев вдруг книгу со мной напечатал на пару, как он смел. И вот получается так, значит, мы с вами были в саду, в СИЗОЙ, там растут мои абрикосы, я сегодня без вас, Елена Александровна, а вот, правильно, я сегодня без вас умудрился, съездил второй раз, снял еще один фильм, застал хозяйку Нину, экспромт сразу включил камеру, получился очень искренний фильм. Вот, сам это самое, поверил, что это мое, потому что поверить невозможно. Я же им продавал амур, который размером примерно в четыре раза меньше. Я потом покажу примерно, какой амур. А, амур тут есть несколько плодиков осталось. Я к чему говорю? Значит, получается так, чудеса есть, их можно делать своими руками. Иногда они получаются сами, это даже интереснее, потому что еще вчера до обеда я не знал, какое чудо вырастили из моих саженцев. Теперь так, это будет очередная серия, продолжим ее на фоне вот этого. Идем в сад, который мы выращивали вместе, пошли. Значит, надо было... Давайте я поснимаю, чтобы вас было видно. Давайте, надо было чуть ли не сдуру приехать ко мне, и чем дело кончилось. Идемте, идемте. Так как пока, Елена Александровна, ты у нас бываешь не каждый день, да? Кое-что росло, ну, примерно как захотелось и росло. И могу даже удивить себя, хотя мы садили, это, привали к месту. Не все, но половина из этого привита вместе с нами. Вот, смотрим. Я хочу удивить, сегодня у нас какое августе? 15-е. 15-е. Еще месяц будет расти. Кстати, вот это вот, ничего пропускать не будем. Это сеянцы манджурского абрикоса. Зашли практически все. Вот, садил их своими ручонками Тимоша, которому в декабре будет только 10 лет. Вот, и его первый коммерческий проект, так? Увенчался успехом. Увенчался успехом. Они проданы по 150 рублей штучка. Вот. Это я к тому, что я на этом примере хочу из него это, сделать садовода уже, ну, как сказать, ну, интерес какой-то. Все-таки, когда он говорит, я буду богатым блогером. Их же всех запудрили мозги, миллионам детей. Представляешь? А это пудрение, нет? Вот это. И по ходу дела вырастил. Так, вот мы сюда, Илья Александрович, вспоминаем. Вот возле этого дерева была сделана фотография в 400-граммовом яблоне, плодом, да? Вот. Кустота она была ровно год назад. Показываю. Кустота она была, тебе вспоминай, по голову. Вот. Вот это она росла в течение года. То есть она по объему стала в два раза крупнее. Плоды. Давай смотреть на это сюда. Пока такие. Вот. Этот плод дотянет грамм до 400. Но у меня же как, сад дублер Сернобаева, я ему эту штуку дарю. И у него 540 грамм. Я должен от зависти умереть, от того, что я ему Серноб подарил. Вот. Вот на это можно не смотреть. Да, это Порша. Но это Порша вынужденная. Ох. Почему? Очень сыро в этом году. Нет, вот смотри. Видишь, вот тут плод не завязался, мумифицировался. Так. И здесь темно. Поэтому получилась вот такая штука. Вот. Ничего. Дерево здоровое и будет здоровым всегда. Почему? Потому что я к нему секатором не подхожу. Кроме как я умудрился даже с него десяток веток срезать. Вот таких вот. Это мой доход. Это не дает умереть с голоду. Но лучше бы его, конечно, не калечить. Вот. В этом году, к сожалению, отдыхает у меня Росмарин. До того обидно. В прошлом году оно было... Ай! Вот оно вот. Вот оно, Росмарин. Хоть одно яблочко. Почему отдыхает? В этом году много чего отдыхает. Особый год. Ну, а теперь внимание. Что сказать? Как тебе говорю? Подарки в студию. Узнаешь? Да. Кто привал? Припоминаю. Припоминаешь? Да ты не узнаешь, что в жизни. Потому что вот такой вот был этот самый. Мы вот тут у земли привили. Прошло три года. Каких три? Два года. Слушай, а не полтора. Не полтора, два. Два года это. Вот это на это самое. Дар небес. Вот он, пожалуйста. Вот эти были посажены годом раньше. Они, правда, крупнее. Но они ближе к этому, к стене вот этой. Тут больше тени, они медленнее ростут. А теперь смотри, что мне делать через два года. Все, надо кого-то уничтожать. Как я делаю? Это называется селекционным участком. Пусть это будет маточным деревом. Да, то есть, когда мы его обскубим вот так вот, не жалею. Я с этого возьму 30 веток, с этого еще 30, с этой груши еще 20. Они опять умеется в росте и еще поживут. А я этим живу и распространяю на всю Россию. Вот, Сизой, чем хочешь сделать? Вот такими вот, четыре раза увеличились. Но это уже другой разговор. Мы про это еще поговорим. Если на вебинарах встанешь. Вот как это получилось. Скажу только само... Вот посмотрели ведро, друзья? Извините, много говорю, но по делу. Посмотрели ведро? Увеличились четыре раза? Это амуры. У меня же фильм-то, снятый шесть лет назад, доказательства. Так же стоял, так же ходил. Вот, и получается, что амуры-то изначально были во... На Украине амуры 140 грамм. Я замерил 96 грамм. Ну, там были 100, первый попавший. Вчера замерил, с фотографией сделал. А почему там амуры 20 грамм? А потом у меня увеличились на 30 и пока все. Ну, до 40. Да потому что этими эфками, так называемыми... Ну, это ваш камень, Елена Александровна. Ваш науковый камень в огород. Ф1, Ф2, Ф3, а не мельче, мельче, мельче. Ну, кто этого не понимает, ну почему? Ну, поехали дальше. Что будем делать? Вот это все увеличилось по росту в два раза. Так. Еще пару лет и топор. Поздно. Пойдем дальше. Поплакался? Поплакался. Ну, я хочу сказать, что виноват не я. Виноваты деревья. Они имеют громадный потенциал. Вот смотрите. Вот абрикос на год старше. Ему пошел четвертый год. Поверите, нет? Нет. Нет. Это тоже дар небес. Ну, уже пора привыкать. Чудесам. Ну, это я за всех отвечаю. Вот они, эти самые. Венгерки. Венгерки, которые Сергей. Вот тут, вот этот ряд, это постоянно я садил, да? Вот те самые старшие, вот те здоровенные. Этим шестой год. А вот этим вот, здесь кости посадил. На следующий год выросли у него эти. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот, я ему говорю, ты почему их не чистишь, где снять показать-то, показай-показать-показать-показать. Да, вон они. Ага, вон они. Почему ты не чистишь от этого? А чтоб медленнее росли. То есть он их специально, а их обросли они этими, ну. Вьюнами. Вьюнами и прочими, по этим. Чтоб медленнее росли, потому что рук не хватает. И вот получается венгерки вот такие. Вот мы их уже вот так скубили. Вот видишь? Вижу. Снова наросли. Они нас кормят. Вот. Ну вот так выглядит, если смотреть так. Вот то, что между вот этими большими деревьями, это мы с тобой уже, наша работа. Вот. Пойдем дальше. Идем, 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 идем. Вот это вот абрикосы. Ну тут же Фаина уже отошла. Ладно. Вот. А вот это вот, в середине затесался Манжурис. У него была прививка, она погибла. Сейчас я тебе последнее. А вот я один нашла, висит. Но он крепко висит еще. Вот смотри, ой, снимай его, я хочу, чтобы ты попробовала. А он зеленый, похоже. Потому что этот грязный. Зеленый, наверное. Снимай, вот пробуй, пробуй, пробуй. Есть можно? Угу. Точно? Вот смотри, бесценно кочка выбрасывает. Нет, может. Вот это вот кислинка, извини, заражение. Грудь ведрами у меня. Идем дальше. Вон еще висит хорошенький и яркий. Мне надо бы вот это попробовать. Это он же, да. Попробуй, вкуснее должно быть. Идем сюда. Вот тут на день осталось несколько штук. Ну, помнишь, как так же, как все зои? С одной стороны зеленые, а с другой стороны зеленые. А я хочу дать тебе попробовать. Давай вот этот вот. А, давай. Ну-ка. Ух ты. Покажите на ладони. Это они в тени, они меньше... А вот манжурец. Меньше в два раза, чем это. Доедай, жалко. Вот. Ну, а теперь пробую вот этот. Вот, видишь? Вот это вот мой самый большой амур. Он уже теряет свои качества, когда косточки отделяются. Вот даже хозяйка, вот сегодня я пью, снимал. Она говорит, тут косточки отрываются. А вот с королевской, говорит, не отрываются. Ну, давай пробуй. Вот. У меня сейчас у них... Нет, кислинка легонькая осталась. Но вкусная. Хорошая. Вот. Запомните, пожалуйста, Александр. Потому что бирки нет, никто кроме меня не знает. Что-то переделала, может, где. Угу. Ушку выбрасываю. Ну, сегодня собачь. Так. Вот это вот. Неокультуренная, может, смотри. Вот такой разбег. Сейчас я тебе покажу. А вот упала. Видишь? Я не люблю отрывать. Там, как бы, для меня это зурной тон. Смотри внимательно. Вот тут весь. Угу. Хорошо отделяет. И вот, что интересно, да. Практически исчезла, вот она. Практически исчезла носик. Вот легонький носик. Признак амура. Ну, слегка можно рассмотреть. Практически исчез. Так. Он все больше желтеет. И получается... Вот все вот здесь посмотреть, да. Вот тут вот. Еще желтеет. Но, к сожалению, разброс получается. Почему? У меня они с годами... Вот тут пример в ведре, да. Я, конечно, такого эффекта не ожидал. Четыре раза вылить все равно. Но, наиболее классический амур остался тут. Не захотел оккультуриваться, не надо. Но, посмотри, здесь и вон... Уже не видно, да? Наверное, уже нету. Здесь и здесь. Пройдут годы, и он станет вот таким. А тот станет вот таким. Вот. А что ты скажешь, не может быть никогда? Да, воволь, я уже знаю. Ученая. Нет. Чего я не буду говорить? Ничего не будет. Да. Так. А, ты это... Да мне все это... Удивляет меня, это колонна. Да? Так, тебя уже должно перестать удивлять. Уже сколько лет? Нет. Ну, как бы, нет. Не удивляйся. Честно говоря, то, что я видел сезой, мое дерево, стоит хозяйка, смотрит в глаза, вот, и говорит, что это ваше, причем это 100% мое. Я еще вспомнил это самое, на пару с ней. Как я подобрал на это, как она сказала, у меня вот такие вот груши эти, лесные красавицы. Я развернул машину, хотя она ехала... В другую сторону. Да. Развернул машину. Посмотрели на эти груши. Вот. Вот. Посмотрели на абрикосы. Потом я специально съездил, снял фильм. Там абрикосов не было, потому что там одни плоды, деревьев не было видно вообще из-за этих плодов. Как-то тихий ужас. Но они-то были, вот такие вот. Огромный урожай. Но они были вот такие вот. Вот. Молодые деревья еще были. Что с ними сделалось? Причем, если бы не тот фильм, сказали бы, что железо голову морочит. Ну, в том-то фильме они самые обычные. И что интересно, да? С той стороны дерева, вспоминай, может быть, я обратил внимание, с этой стороны вот эти 100-граммовые. А с другой обычные, желтые. С другой стороны, самая обычная, потому что там не было солнца. Вот. А не в тени, не в тени, но поменьше солнца. Самая обычная, с носиком, классические, и 30-40 грамм. А с этой 100 грамм. На одном дереве я начал крышу съезжать, по-маленчику. Если бы я не вспомнил про эти F1, F2, F3, вот. Когда мы с тобой снимали фильм, что ты сказал? Ну, может, на Дальневосточном. Ну. А что на Дальневосточном сделали? На Украине 140 грамм. Я от зависти чуть не умер, когда посмотрел фильм про это, Херсонская область. Скорее всего, это многократные пересевы так повлияли. Да, другого объяснения не существует. Ну, видимо, просто семенные посевы. Ирина Александровна, меня сочетить не будет. То дерево запомни, ладно? Хорошо. Вот контрольные деревья. Фаина, этот самый, сеянец. Он тоже будет укрупняться. По-маленчику. На той стороне там есть послащие. Это же молодое дерево. Посадка 2000... Ой. 2015 год. Да, куплено 2015, значит, 2015 год. Вот это дерево. Вот она посадка. И однолетним. И вон то дерево, его надо запомнить навсегда. Вот это вот контрольное, это контрольное. А вот на этом будут укропняться, укропняться. Вот. Будем наблюдать. А почему и наконец экзамен сдавать будешь? Ну? Ну. Скажи, Палек, почему на том участке у меня они все усреднились? свободное пыление? Много разных сортов. Только учти, когда ты это... Тебя вызовут в Академию наук, скажут, мы слышали про вас, Светлана Александровна, может, правда вам надо поручить это, там, типа, проектор по науке. И когда ты скажешь про это свободное пыление, тебя скажут, извините, не годитесь. Ну, вот так. Не веду. Придется притворяться. Вон дальневосточный. А вот это дальневосточный. Кстати, это, лучше это самое, их не пробовать. На всякий случай. Я знаешь, чего жду? Напротив, роскошные абрикосы, да? Королевские, Паина. Вот. Рано или поздно и эти должны. Как ты сказал, что свободное пыление? Вполне съезобное. Я уже жрался. Ну, ты так не ем. Ой, 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 ой. Так. Рук замыкается? Ну, заканчиваем уже или нет? Сейчас, пока. Это не плодик валяется. А, это такой же. Так, сейчас надо какой-то итог подвести. Понятно? Сколько там минут осталось? Сейчас 17. Пойдем. Значит, контрольный статус, чем контрольный? И этот контрольный тем, что ему никто не подходит из года в год. Вот. Единственное больное дерево вот это. Его отляст губило. Я смотрел, не то, что равнодушно, но у меня принцип был. Не трожь, не трожь, не поливай, не удавляй. Раз вякнул, так и смотрел, как оно начало дохнуть. Вот. Это единственное дерево. Я никогда не скрываю. Вот это дерево пять лет в одной паре было. И вот это. Это все-таки погибло. Может, тут геопатогенную зону, не знаю. Может быть, вот видишь как, вот она вот здесь, эта зона, не знаю. Руки не доходят. На какой год? С 15-ю год посадка. Ну и сравните. И вот это, и вон та груша. Она вдруг начала расти, смотри. Вижу. Вот только сейчас сидела, сидела, сидела. Я уже одну выкинула, а вторая это все-таки пошла. Вот это вот прекрасная ваят. Вот видишь бочка? Ох ты, да. Я ей пользовался два раза в самый первый год. С тех пор так стоит, хотя она в другом месте пригодилась. Два персика погибло. Вижу. Все-таки погибли, потому что зима была жесткая. Идем сюда, давай. Смотри сюда. Видишь? Угу. Смотри. Вижу. Они пошли. А вот эти пошли. Манжетский олег. Лучше садить под зиму. Мне почти так кажется, что мыши не могут прогрызти. Но они да, твердые. Вот. Поэтому весенние они все-таки хоть маленькие, но убыток есть. Когда я замечал, когда они просто падали, они дружно сходили. То есть для них в принципе опасения посадка наверное более предпочтительная. Это манжетский орех. Теперь идем сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, да? Вот. Моя попытка привить. Прямая не хочет. Смотри сюда. Вот отсюда. я видел, помнишь, Иван линейкой отсюда мерил. Смотрим сюда, сюда и туда. Вот. Вот такие они. Наверное, метра два. Вот эти ветки, для всех, говорю, они нарастают в течение года. Как пошла расти? Ну, два нет, полтора. Вот. Полтора метра и вместе с боковыми ветками. Вот. Теперь смотрим, собираются ли они цвести. Так. Так, 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 так. Для меня вот это вот свойство, оно не очень распространенное. Это когда за один год нарастают ветки первого и второго порядка. Если смотреть отсюда, да? Вот. Почему у меня нет цветочек почек? Так. Слушайте. А, нет, это не дикай. Смотрим, почему у меня такого не бывает, почему нет. Ранний пианист. Это, это самое. От этого, от пианиста, который тебя влюбляет. Вот. Ну, раз спрашивает каждый раз. Как там наша Елена Александровна? Надо ему съездить к нему, это не было. Да, совести надо иметь. Он тебе так понравился. Вот, смотрим. То есть, ранний пианист имеет особенность. Вот, нашелина год позже. Вот. вот, Это, как положено. Ему пошел вот год. Нет, это не год. Вот это первый? Нет, вот год. Я пересажил, когда я сильно болел. Вот второй год. Вот это третий год пошел. Ну и почки есть? И почки будут свести до самого верха. Цветочные почки. Вот. Вот смотри. Видишь? Вот они. Вижу, вижу. Ну и чему я говорю? Вот они, вот они, вот они. Вот они. Думаю. Вот. Высокий это, показать, тут есть. Вон черный абрикос неплохо растет. Вот он. Некоторые не духнут, но слабо. А вот тот, да, он начал, вот там и грибная яма. Но они выгребными нажимаются, потому что потом из них выгребают. А это у меня погребная яма. Она навсегда. Там все боковая охота из города, и отсюда. Я там плачу, и тут плачу. Здесь тоже мода стала. Мусор это. А у меня все это богатство вот тут вот. Вот здесь целый год копилось. С города прям мешки привозил. И теперь вот это дерево, смотри. Пошу не путать, это подвой. Я его не мешаю дохнуть подвой. Почему? Потому что главное это вот персик. И этот самый. Бенгерка. Бенгерка. Вот. Теперь они будут питаться отсюда всю остальную всю жизнь. И так должно быть у всей России. Мы, я Железов заявляю, там осталось пару минут, заявляю, мы своими руками берем все из почвы и гробим, уничтожаем. Каждой даче, в каждом подсо... при усаденном хозяйстве должны быть... Вот видишь, для приготовления вот этот ломик. это будет разобрано и закопано навсегда. И на 20, 30, 40 лет вот эти деревья будут обеспечены питанием. Питанием. И будут прекрасно расти. И таких деревьев, и должно быть сотни этих, я их называю по-другому, не выгребные, а погребные ямы. Они должны стать новым этим садоводством. Часть нового садоводства. Сколько можно уничтожать? Сколько можно? Я просто поражаюсь над такой дикостью, тупостью. Ах, туда попадают бутылки стеклянные и полиэтиленовые. Ах, 4 тысячи лет будет разлагаться. Да кому оно нужно, если там... Да, там бутылки стеклянные и полиэтиленовые. Кому, если вот это закопается? Только через тысячи лет археологи могут раскопать, узнать, какую водку мы пили. отравлены, кстати. И, наконец, еще раз, это моя любимая тема, анекдот. Умные поймут. Каждые 5 тысяч, каждые 50 тысяч лет ученые включают ну... андроид Николайда. Кто умный, тот поймет, почему каждые 50 тысяч лет. так, чтобы этого не случилось, вот этот андроидный коллайдер современный, мы уничтожаем природу. Сюда надо возвращать, а не на свалки для уничтожения. И, главное, уничтожают кого? Сами себя. И не из этого ужаса выхода нет, потому что все отдано коммерсантам, которые получают миллиарды, а мы канцерогенные болезни. Все. Вот. На этом мой митинг поддержкой природы закончен. Благодарю за внимание. Ирина Александровна, спасибо за участие. Давайте я вас покажу. Я не использую любую возможность. Страна должна знать своих героев. Шутка ли? Разве можно поверить то, что я сейчас говорю? Ну что? Спасибо за внимание. Увидимся в следующих эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok